всем привет сегодня мы с Димой Архивовым и с Герой ловим нестандартным образом сегодня Гера будет ловить у нас на лодке с лодки точнее постараюсь не утонуть с якорями такими мощными оставь якорь будет ловить на бортовой фидер опуская с борта прямо это ну все расскажет вам я буду ловить на классический обычный фидер с берега и встанем мы плюс-минус даже на одном рубеже и хотим проверить разницу между ловистостью этих снастей ну и вообще как альтернативный вариант для любителей поплавать на лодке ну и в целом Гера он знает эту штуку так что посмотрим что сможет показать сегодня у меня жутко интересная задача сегодня я буду ловить бортовым фидером ну не скажу что впервые но так или иначе сейчас у меня от компании Дунаев два фидера разной длины и мы сегодня постараемся выяснить плюсы и минусы недостатки и преимущества если будут коротких бортовых фидеров перед фидером с берега оснастка на фидере стандартная инлайн как бы ничего здесь мудрить не будем катушки обычные чем мне нравится коротенькие палочки собирать их гораздо удобнее эту длинную пока проденешь а здесь раз-раз-раз и готово сразу закрепим вторую эх очки не взял ну да ладно думаю справимся в отличие от классического фидера скажем так берегового здесь не нужно затягивать фрикцион поскольку здесь можно пользоваться дело в том что у нас заброса нету мы опускаем снасть непосредственно с борта лодки поэтому затягивать фрикцион не обязательно и в случае поимки крупной рыбы фрикцион прекрасно отработает попадание в дырочку это вообще очень важный вопрос при монтаже снастью так здесь у меня домашние заготовки вот такая палочка не знаю как она называется тут у меня еще резиночка называется фидергам странное название такая ну да бог с ним надеваем палочку а я же говорил что попадание в дырочку это очень важно надеваем резиночку нет мы еще знаете что мы еще наденем бусинку да если мы в нее попадем тут точно наденем бусинка для чего она как-то более стабилизирует отвод это конечно не критично можно без бусинки но с бусинкой мне нравится сейчас мы ее опаньки блин с первого раза попал на джи так а куда теперь резиночку дел начинается вот она вот теперь смотрите как я интересным буду делать беру отрезочек лески какой сантиметров тридцать петелечка и сюда вдеваем эту петелечку нашу оснастку я вдеваю четыре раза просто число четырьмя как-то немножко больше нравится оп затянули лишнее обрезали это спустили вниз вот получилось вот такая снасть эта снасть в народе называется in line то есть прямая линия соответствует кстати правилам спортивной ловли на фидер если что сейчас я смонтирую вторую удочку по тому же принципу только ну вот разница будет в длине удочек для того чтобы нам выяснить какая удочка будет удобнее для ловли с борта ну чё к замесу я говорю там для чистоты эксперимента мы взяли одинаковые составы прикормки саши принеси воды для чистоты эксперимента пожалуйста там ведро на берегу стоит для чистоты эксперимента решили не мудрить а делать одинаковые абсолютно составы два пакета премиум леща стандартная прикормка которую всегда мы добавляем из-за почему надо как без нее попробовать половить всегда добавляем на водоемах ленинградской области пачку карт натурала я вот хочу уговорил геру добавить чтобы этот муть была шлейф был рыбку привлекать в точке глубина огромная я думаю что никакая там мухлейка насторизировать не будет вот поэтому все достаточно безопасно по ароматике лещ один аромат лещ концентраты и сиропы но сейчас сиропа я еще подумаю может быть добавлю может быть нет но это концентрат добавлю точно пол бутылочки на три килограмма вот что еще по добавку обязательно кашу если сами не сожрем то с кормим рыбам потому что я считаю что пшено на течение работает просто изумительно один из немногих компонентов которые течение не смывается желтая поэтому без пшена нереально или краска я предлагаю смесь желтого и красного окей добро что поверт мне не дам один лечь а колбасой пахнет кто тут teaching грибник набрал грибов мало блин даю воды пошел стал ли ты получаешься такие тресла по башке лошара а сейчас много налил а я добавить эту персою он и я приверженец другой прикормке уп Tusk стоит нощим по глубине разницы не заметил что на близне точно что далее одинаково глубина Но там есть переход с мягкого на мягкое. Ну, понял. Вот это правильный переход. Ветер. У него-то процесс... Вообще огонь! Сам бы сел. Ну, для тех, кому интересно, хочу сказать, что в бортовом фидере не обязательно использовать плетенку. И даже, скорее всего, будет лучше использовать леску как основную леску. Ну, как основную леску, использовать основную леску. Вот. Дело в том, что силовых забросов здесь нету. У нас здесь только вываживание рыбы. Соответственно, леска сыграет только положительную роль, поскольку она еще и придает дополнительную амортизацию. Ну, все. Собрал последнюю оснастку. Осталось только прицепить поводки. Поводки у меня тоже навязаны дома. Ну, и попробовать что-нибудь поймать. Если клюнет. Нет, ну, здесь клюнет будет по-любому, что-нибудь поймаем. Ну, здесь еще фишка в чем? Нужно у нас Диму Архипова обыграть, который уже начинает жульничать и прикармливать свою точку. Вообще охреневший. Ну, что, ты готов? Нет, я, конечно, стесняюсь спросить, что я смогу показать, но постараемся. Результат, результат, Гера. Все, давай, я тебя отправляю. Все. Тудой, лови. Прощайте, друзья. Гед, туда, туда, ниже меня. Да сейчас меня снесет, что ты? Не парься. У меня, я на шпиль кидаю. Меня снесет, ты не бойся, мне же еще перейти надо. Там метров 10. Что с дистанцией? Еще. Ты либо выше поднимись, либо ниже, чтобы я... А я ниже спущусь. Здесь, да, Дим? Плюс-минус, да. Синь. Вот, смотри. Гер, давай. Все, отлично. Плюс глубина еще, ближе к берегу надо. Добро. Ё-моё. Вот гемор. Ё-моё. А это вообще экстрим рыбалка. Якорь-то привязал хоть? И очкуй тебя. Фальш-старт. Он собирает все камни просто. Я же говорю, что здесь проблемное. Не, ну здесь почище, чем там вот. Батюшка, да это же вещь. Опа. Фальш-старт мимо садка. Да нет. Ну, сейчас я делаю небольшой стартовый закорм. Без поводков. Да, у нас здесь течение как бы, поэтому делаем небольшое расстояние между удочками. То есть, чтобы не рядом, чтобы не перепутать при вываживании. Поэтому одна удочка с одной стороны, другая удочка с другой стороны. В принципе, достаточно удобная посадка. Значит, лодка по стандарту на растяжках. Один якорь, второй якорь. И как бы за веревками растягиваемся. Дно здесь достаточно, ну такое, более-менее цепское. Вроде нас не сносит. Садок категорически неудобный, но какой есть. Ну, собственно говоря, я готов уже приступать к ловлям. Соответственно, сейчас мы нацепим поводки. И посмотрим, что у нас там на дне. Ну, не мудрствовая лукаво, ловя здесь обычным фидером с берега. Чисто по опыту. Я пришел к выводу, что здесь поводочек 60-70 сантиметров. Поэтому дома я уже заранее навязал эту длину. Крючочек у меня в данном случае я стартую с 12 номера. 209 серия компании Дунаев. Сейчас как насадим, как забросим. И пускай попробовать только не клюнуть. Здесь заброса не требуется. Я знаю, что здесь примерная глубина в районе 10 метров. Поэтому я просто опускаю кормушку на дно. Ввиду того, что у нас парусность лески низкая. Соответственно, если у Димы там кормушка порядка 80 грамм, то мне хватает 60 грамм за глаза. Ее не сносит. Повторюсь, что длина лесочного сопротивления, то есть основного шнура, всего лишь 10 метров. Поэтому нагрузка небольшая. Маленький нюанс. Если резко опустить кормушку в воду, то как бы есть шанс, что поводок запутается. Поэтому я немножко придерживаю опускание кормушки. Так, чтобы поводок течением постоянно сносило. Вот, мы на дне. И как истинный любитель, значит, я буду ловить на две удочки. Ну, я, конечно... Ой, 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 ой. У меня уже клюет вовсю. Ой, рыба, рыба. Прикиньте. Я боюсь, что я вторую удочку просто забросить не успею. Кто у меня тут? Ой, 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 ты моя лапочка. Вот он. Вот он итог правильной рыбалки. Эть, вот дурацкий садок. Но мы ее возьмем. Все-таки потом отпустим, конечно. Но мы же должны Диме показать, какую рыбу надо ловить. У нее-то там вообще не ловится. Я тебе покажу, покажу тебе, Гер, покажу. Я не спрашиваю, у тебя ловится или нет. Я же знаю, что у тебя не ловится. Человека на лодке обидеть может каждый. Не каждый может убежать. Ну, пока догребешь, я уже вещи соберу. Достали меня эти спортсмены. Пальцы растопычат. А он нас тут вон забрасывает. Вторую удочку не могу забросить. Да, боюсь, что я на две удочки просто не смогу ловить. Вы не поверите. У меня опять клюет. Не, ну так я не играю. Так вообще просто неинтересно. Правда, опять мелкая, но придет. Я знаю, у меня-то есть оператор. Плавает и распугивает крупную рыбу. На данный момент уже 2-0 в мою пользу. А, багренный. Багренный, нет. Рано. Нюхает, нюхает. Но не клюет. Так, ну я сегодня заброшу вторую удочку-то или нет? А вы знаете, фидеристы, спортсмены, они там... А вот у меня пауза там одна минута. У меня пауза две минуты. А смотрите, а здесь паузы вообще нет. Вот у меня опять поклевка очередная. И опять рыба. Ну, а в этот раз чуть покрупнее. Ать, сход. Ать, зараза. Ладно. Но мне так ловить нравится. Горбиться. Горбушиться. О, хороший. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Заходим в дырочку, в дырочку. Таркуем. Леща. О, хороший, слушай, серьезный. Ого-го-го. Да. Я вам скажу по секрету. Я здесь не первый день, не первый раз ловлю. Так вот, люди сюда приходят и просто, ну, я бы сказал, посасывают. Вот, вот только забросил. Вообще огонь. Ладно. Вы мне, наверное, реально рыбу пугаетесь. Почему у меня мелочи клюет? У меня вообще выключило, вообще не клюет. А, у Дима не клюет. Смотри, смотри. Смотри, что творится. Вот, вот. Ты видишь там? Видно поклевку, нет? Вообще просто. Что-то он, блин, такое-то. Поджопничает явно. Ну вот, приплыло мелкий. Хорошие лещики первые были, а сейчас что-то помельче. Ну да, они делаются. Потому? Потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом мы испортим самолеты. Ну, а девушек, а девушек потом. Ну так что, у нас тут, это, есть возможность пообщаться с Герой. Потому что мы используем не телепатию, а современные микрофоны. Да, что-то рыбка мелковата. Вот, сейчас через оператора мы можем выяснить, что вообще происходит. У меня где-то был экстрактор, ты нигде не видишь. Расскажу пока, как у меня дела обстоят. Прошло полчаса ловли. Я взял несколько хороших рыбок, но потом что-то поменялось. И сейчас клюет только густерка маленькая. Подлещик куда-то свалил. Гера, ну что там, лещи есть, нет? Лещей пока нету. Есть мелкая рыба, но дофига. Ну, у меня такая же песня, как ты на своей лодке приплыл, у меня вообще... Не надо гнать на мою лодку, ловить надо уметь. Ну, это, наверное, карма за фальстар, что я чуть раньше, чем ты начал закидывать... Это да. Фальстар-то тащи... Вообще. А мы в это время садочек потихонечку донабиваем у нас там, вот, уже что-то плавает. Так а ты что там, сыпешь все подряд, да? Нет, только крупную. Договора же не было, что в зачет только крупная рыба идет. Гер! Ау! Так она лодки-то укачивает, нет? Меня нет! Укачивает. А тебя что там, на берегу укачивает, что ли? Ну, я на берегу все комфортно. Вот наглая рожа. На берегу ему комфортно. Ой-ой-ой. Ох! Нормальный пацан. Куда ты поплыл? Судак? Нет. Лещ. Прям лещ, а не под лещик. Вот они, значит, у тебя и стоят там. Да, слушай, хорошая рыба. Ну что, Гер, давай-давай. Что там, лещ? На, под лещик. Там лещ. Они, видимо, вместе с густероидом стоят. Мы сейчас на озере Суходольское. Замечательный водоем. Большие глубины, обилие рыбы. Единственный нюанс, что здесь Карельский перешей и все в камнях. Соответственно, ловля с берега сопряжена с небольшими сложностями, связанными с бровками. Бровки и ракушечные, и каменистые. То есть при вываживании рыбы возникают небольшие проблемки. То есть часть рыбы теряется в камнях и на ракушечных бровках. С лодки, конечно, здесь гораздо приятнее ловить. Потому что здесь зацепов практически не будет. Ну, в редком случае. Ты стоишь на точке. Попадание в точку, в отличие от берега, у тебя вообще беспроблемное. Ну, короче, рыбалка просто в кайф. Укрупняемся. Что-то у нас ловится мелкая рыба. Ну, здесь не должно быть ее. То есть когда крупняк приходит, мелочи не клюет. У меня как-то показалось, что у меня прикормка недовлажненная. То есть она, грубо говоря, просто подсохла. И я сейчас ее немножко доувлажнил. Течение у нас сильное. Я боюсь, что недовлажненная прикормка просто реально собирала эту мелочь. Поэтому сейчас мы сделали такое, можно сказать, кашло. Прикормка очень насыщена влагой. Но еще пока лепится. То есть вот этот предел, он важен. Чтобы она и лепилась еще, но в то же время была переувлажнена. В этом случае она будет распадаться так же быстро, как и недовлажненная прикормка. Пока что мне такая ловля нравится. Немножко погода такая вот не в кайф. Потому что ветерок просто дурацкий. Но нас это не пугает. А если бы еще не за рулем, если бы еще стопочка или сам пузик. Центряк. Я бы отсюда вообще не выходил бы. Зараза, судачок, один раз одна поклевка была. Я думал, сегодня еще будет. Да бурит, куда надеяться. Надо бы, конечно, свежую клеечку. Значит, и ловить ее геморройно. Пускай она дохлой клюет. Я вчера четыре судака поймал, прикинь. Вот таким макаром. Слушай, а он клевал как бы подряд где-то в течение часа. То есть я за час поймал, вот сперва одного поймал, тут же забрасываем, тут же садится уклейка. Здесь уклейка, короче, она приходит периодически. Она прет стаями такими. И при забросе, пока груз опускается, кормушка, садится уклейка. То есть ты простаешь один раз, а там все само делается. Все само делается, да. Вообще кайфово. А потом уклейка падает, начинается такая. Там, вау. Ну, тишина такая. Только хватаешь удочку. У меня уже две таких было. С уклейкой? Да. С потяжкой? Просто вот так удочка вниз. А что ты не говоришь-то, ешь-то убей. Так я не поймал же. Поставь самый большой крючок, который есть. А, значит кто-то пришел. Либо судак, нет, поклевок вообще не было. Либо судак, либо крупняк пришел. Ну вот, кончилась наша, наша с удачей идея. Это ее никто не ел. А жалко. О, а вот и поймал. О. Снимаешь? Вот он, кайф-то. А-а-а. Это наша рыба. Хе-хе-хе-хе. О-о-о. Блин. Подсачек к палке не привязан. Ну, думаю, возьмем. О, 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 красотень. Детики-то. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот за этим мы и ездим на рыбалку. Эх, садок. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Вот гад. Посмотри на него. Чем больше поваляешь, тем больше весить будет. Смотришь, уклейка здесь какая. Угу. Вообще огонь. Что, тоже давай. Нет, это не рыба. Это враг, зверь. Уклейка. Это мерзкая, холодная рыба. Которая подлежит уничтожению немедленному. Она всю жизнь нам мешает ловить нормальную рыбу. Если кто против этой вонючей уклейки, ставьте лайки. Я больше скажу. В Латвии, нет, в Литве существует отдельно уклеечная лига. Ну, то есть сборище людей, которые больны по поводу ловли этой уклейки. Ну, вот они ее ловят отдельно. А на соревнованиях нормальные люди ее не ловят. Потому что она враг. И это факт. Это 100% лайки. Да, эта удочка гораздо удобнее. Да, что ж такое-то. Вот здесь покрупнее кто-то. О, вываживает. Не торопимся, поводок тонкий. Ну, как тонкий? О, ничего себе. Подтяжка была. О, ешь, ребята! А, свалил. Не, ну вы видали? Стоило только упомянуть об этой вонючей уклейке. Рыбалка на смарку. Зараза! Там реально закилошник был. Гера, там, у Геры всегда есть еще рассказать. Вот. У нас тут дела обстоят более или менее. Подлещичек вернулся. Правда, смельчал. По ходу рыбалки экспериментировал, что-то менял, пробовал. Но даже там дистанцию чуть-чуть корректировал, там плюс-минус метр. Но по факту тут переменное течение. И прям видно, что как только вершинку начинает загибать сильнее, сразу начинаются поклевки. Подлещик клюет. То есть танцы с бубнами, они могут навредить в такой ситуации. Лучше что-нибудь нащупать, на что рыба реагирует, нормально клюет. Так и ловить. В общем, рыбалка неспешная, размеренная. В толще еще тусуется мелкая рыбка, уклеечка или густерка какая-то маленькая. Поэтому единственный момент, что опарыш, когда подсаживаешь, даже несмотря на то, что корбушка 100 грамм, все равно не всегда пробивает. Иногда насадочку перехватывает, портит ее. По дистанции все халява, там 30 метров. Даже чуть меньше, 20-28, наверное. Я даже колышки не ставил. Тут посчитал 30 оборотов катушки, все нормально. Особых зацепов там нету. Но на вываживание приходится скакать, потому что камни вот здесь большие, прямо возле берега тяжеловато. Король северных водоемов. Младший брат судака, сволочь Йорш. Вот сейчас течение усилилось. Я вот думаю, прямо сейчас будет поклевка. Только-только закинул. Вот она поклевка. Но это густерка. Ё-моё. Какая агрессивная. Да, это густера. Еще момент. Рыба явно перемещается активно. И нет такого, что когда приплыл подлещик, исчезает вся другая рыба. То есть, рыбка стоит совместе. Либо, может, такой концентрации подлещика не получается достичь, чтобы сливал только он. Ну, в принципе, густера помогают держать темп. Я на нее не в обиде. Гера там тоже машет своим фидерком-то коротеньким. Вообще стабильненько машет. Не знаю, кто кого обловил. Мне надо сейчас ускориться. Мы еще поломим, я думаю, какое-то время. Надо не это. Не расслабляться. Поактивнее ловить. Сейчас попробуем быстрого леща. Сразу взять. Еще хочу сказать про эту рыбалку. Что это, как говорят, дзем. Сидишь. Еще тебе пахать не надо. Забрасывать этот фидер черт знает куда. С тяжелыми грузами. Здесь все под рукой. В лодочке. У меня в лодочке, это еще прокатная лодка. А у меня в лодке еще ставится стульчик с сидушкой. Облокотился. Здесь у тебя столик. На столике все есть. Удочки, поклевочки. Рыбка. Ну, что еще надо для полного счастья? Еще и лещичек ловится. Уваживаю. О. Нормальный сел. Есть еще маленький нюанс здесь. Если ловить с берега, здесь ракушечная и каменистая бровка, на которой очень часто сходы и обрывы. Обрезает поводок частенько. О, это какой. Смотрите, какой красавчик. 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 Просто красавчик. Ой, 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 ой. Иди сюда. Сюда, говорю, иди. Вот так вот. Вот так происходит ловля. На бортовой фиден. Стопэ, братан. Не терпевать, смотри на него. Я же тебя потом все равно отпущу. Ну, если не съем. О, ой, ой. Сопли. Сейчас мы его припаркуем для отчетности. И надо же, Диме, показать, что он лошара чилийская. Вот так, друзья. И это только начало. О. Товарищ. Чуть-чуть побольше стандарта. Бодр-свежь. Что-то мне сегодня ленно с подсачником возиться. Беру так. Да нет, такой же стандартный. Среднего размера подлечь. Не самый крупный, что сегодня был пойман. Сейчас сидел, хотел удлинить поводок. А по факту что-то наоборот заглотил. Значит, не надо удлиняться. Я лещи ловлю. Во-первых, не двух. Во-вторых, у меня вообще в садке уже рыба килограмм пять. Плюс еще, вот видишь, сейчас уклей. Ты смотри это. Вот, вот, вот она, зараза. Она прям в мотыля клюнула, наглая рожа. Вообще, шок полный. Ненавижу эту уклейку, ненавижу. А смотрите, что я делаю. Я надеваю одного опарика и несколько мотыльков. Получается бутерброд. Вот такая вкусная шняшка, которую лещ просто обожает. Сейчас мы ему подадим это все. И пускай лапочка ест, а мы его будем ловить. Еще раз акцентирую внимание. Я использую прикормку реально переувлажненную. Чтобы не пылило, а именно давало такой придонный шлейф к мокрой муте. То есть она тяжелая. Вот не знаю, на самом деле думаю о том, что вот этот фактор, что меняется течение, в бортовом фидере, наверное, особо ничего не меняется. То есть у тебя не так много лески находится в воде. И точка, куда падает кормушка, не сильно меняется. А вот с берега, я вот ловлю хоть и 30 метров, в любом случае давление на шнур сильное. И может быть, когда усиливается течение, кормушка немножечко падает в сторону. Поэтому я тут как-то интуитивно пытаюсь немножечко. Выше точечки, ниже точечки. Вот эти все штуки использовать. Такие, туда-сюда. В бортовом, наверное, такого и не надо делать. И смысла нет. Хотя, с другой стороны, ты можешь немножечко придержать. Или просто кинуть немножечко вперед. Но поводок, наверное, запутается. В общем, я думаю, что нюансы есть и в бортовом фидере тоже. Как и в классическом их очень много. Вот сейчас прямо-прямо в точку. Кинул? Интересно, будет быстрая поклевка или нет? Камеру бы не зацепить, не закинуть. О! Так, все. Вершиночка. Может быть, есть смысл, конечно, не форсировать ничего. Мимо, мимо. Сразу же поклевка, но мимо. Хороший отстрел был, кстати. Это был подлещик явно. Давай, дубль два. Хорошо, договорились. Интересно, непонятно, почему это он не засекся, странно. Я немножечко укоротил поводок. Вот у меня сейчас от кормушки до крючка расстояние, ну, сколько, сантиметров 70. Обычно ловлю подлиннее. Укоротился из-за того, что достало мне вот эти трин-трин-трин-трин-трин-трин густеры с уклейкой в толще. И кормушка начинала ловить 84 грамма, сейчас поставил соточку. Потому что течение все-таки не нравится мне, в общем, что течение меняется. Лучше поставить чуть больше, когда переменное течение есть, чем выставляться прямо вот на срыв. Потому что, по факту, сейчас и сотку срывает, когда поклевка хорошая. Но еще меня не очень привлекает идея вот этого фидера с лодки. Конечно, супер-классно. Ты можешь добраться до любой локации, найти яму, использовать эхолот, найти прям рыбу встать. Ну, с берега тоже эхолот можно кидать, но тут как бы как. Чем дальше ловишь, тем больше у тебя трудностей. А на бортовом фидере разницы никакой. Где-то там встанешь, там. Действия твои от этого не поменяются, дальше кидать не надо. Прошлый запрос не засекся, я знаю почему. Потому что это клевал не лещ, а был очень сильный отстрел, но это густера. Густера хорошо клюет. Сейчас покормим. Да, я думаю, вернется. Но какими-то набегами, я не совсем понимаю, почему. Подлещик сам. А может просто так, концентрация рыб большая. Этот год вообще богат на рыбу в Санкт-Петербурге. На всех-всех водоемах очень много ловят. Все довольны. Насаживаю я объем. Маленькими насадками особо не увлекаюсь, потому что, ну, буквально пару ударчиков, и любая рыбка снимает насадку. Насаживаю я одного-двух опарышей штук шесть-восемь мотылей. Червяков мы с собой не взяли, что-то забыли, но в целом тут на червя хорошо ловят. Может быть, даже червячная рыбалка была бы эффективнее, и рыбка была бы крупнее. Вот это, кстати, вопрос тоже. Гера там, наверное, на бортовой фидер-то 100% один из фидеров закинул на какой-нибудь огромный пучок опарышей, там, штук 15. Я бы так и сделал, потому что мелко рыба съесть не сможет, а если приплывет нормальный пацан, он заберет запросто 15 опарышей. 10-15. Огромную насадку. Было сегодня у меня еще из интересного две поклевки в густеру судака. Удочка просто согнула за грудь, но не засекся. Фартовым надо быть, чтобы судак засекался с поклевки на фидер. Если он клюет в рыбку, а не в насадку. Ладно, будем колдовать. Я не думаю, что Гера меня обловит, честное слово. Не уверен я в этом. Нет, кто-то есть. Ну такой мелкий, можешь не писать. Или, не понятно, сход. Нет, не сход. О, кучу-кучу-кучу. Вот он, вот он, солевая рыба зимнего рыболова. А, мормышечники за такого окуня готовы многое сделать. По факту сейчас могу с уверенностью сказать, что удочка должна быть чуть подлиннее. Мягкая, кайфовая удочка. Как бы, но удобнее в длине, чуть подлиннее брать. Вот как вот это. О, вот, можно сказать, полу-лещ. А мы к победе-то потихоньку приближаемся. На бортовом фидере намного сложнее менять дистанцию. Если ты снимаешь оба якоря, переплываешь куда-то, то ты сто процентов уже не вернешься в то же самое место, где ловил в первый раз. То есть, ну, это такая достаточно эпичная история. А вот на фидере с берега у тебя есть клипса, которая ограничивает сход шнура. Ну и все там. Вот у меня сейчас уже, сейчас две клипса стоит. У меня есть запасная дистанция подальше, но я пока к ней так и не пришел. Но, в общем, маневр поискать рыбку на фидере с берега более доступный, чем на бортовом. На бортовом ты встал и встал. Но если попал, конечно, там упоришься. А вот и он. Тут надо встать. Хорошая рыба. Не знаю, выйду из кадра, не выйду. Если что, там Леха подснимет с другого ракурса. Да, хорошая рыба. Залезла в камни. Ох ты ж, куда ты там? Узбокойся. Эти береговые камни, конечно, они усложняют задачу. Да, хорошая. Нормальная рыбка. Да, лещичек. Такую. У нас тут еще чудит оператор в забродных сапогах по камням прыгает. Сейчас покажу вам, красавца. Вот он. Вот такой вот. Красивый парень. Ну вот это вот уже хорошая рыбка, приятная. Тут, конечно, бывает, баливаются товарищи и до 2-х килограмм. Но редко. Это не самый крупный сегодня, но это уже приятный парень. Вот, кстати, заболтался. Немножечко темп снизил. Может быть, это и сыграло роль. Сейчас попробуем взять еще одного. У меня еще лещ сел. Прикинь! Поймал! Он сорвался, а я его поймал. Ну вообще! Вообще не знаю, вот при прочих равных, ну если мы рассматриваем там рыбалку, отдохнуть, я, наверное, перенасыщен береговым фидером. Я, может, даже выбрал бы ловлю на, имея там один выходной, да, возможность половить один раз. Я бы, наверное, выбрал бортовой. Было бы интересно поплавать, поискать рыбу, померить глубину там. Ну, с эхолотиком, конечно, я бы с эхолотом поплыл. Вот. Ну, если его нет, то, в принципе, можно с лодкой помаркериться обычным маркерным грузом. Ну, в общем, дело такое. Не знаю, вы там нам напишите в комментариях, был ли у вас вообще опыт бортового фидера. И интересно ли вам, попробовали вы отложить фидер береговой. А взять коротыша и попробовать половить леща с лодочки. Блин, ну на самом деле там можно вообще щудить. И поводки ставить какие угодно, там фрикцион отпустил, рыба никогда не сойдет. Но она не сможет физически. И бровок нету, камней, срезов нету, ничего нет. Прям условия можно создать себе просто идеальные. Что-то в этом есть, в общем, что-то в этом есть. Леха, подожди. Такое впечатление, что там кто-то есть. Не, никого там нет. Блин, да что ж такое-то. Там уже клюет. О, кто-то хороший. Нет, он такой средненький. Средненький хороший? Да. Нет, мелкий. Просто шел как хороший. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот сегодня с глубины надо поднимать. Вот береговые камни опасные. Я, в принципе, люблю в таких условиях ловить на удочке поверху теста. То есть я не стал брать здесь экстра-хэвик. Я взял хэвик удочку. 3,9-120, кормушка 100 грамм. Поверху теста работаю. Но зато вот эта вот приятная мягкость бланка, она, конечно, радует. Помогает с рыбкой. Вот этот уж хороший, добрый. О! Походу, дело, бортовик-затейник сегодня у нас уступит. Если такие парни, ну, еще штучки 3 хотя бы взять таких. Я думаю, что он вряд ли. Он сможет потягаться со мной. Все-таки опыт. Вот это покрупнее. Ага. Ответочку поднимает Гера. Тихо. Тихо. Ты что творишь? Вот почему нельзя без подсачника брать рыбу, ребята. Да, только это все мимо. А, нет. Нет, не надо включать это позорище. Леха, значит, надо включить. Леха, удаленная сцена. Надо было материться, как сапожник. Чтобы ты точно не включил. Поменялась немножко рыбалочка. Сейчас хорошо, прям такая самая приятная стадия, мне кажется, рыбалки, когда надо просто закинуть и посидеть. Сейчас пауза очень сильно увеличилась. Я думаю, что минуты, ну, там, до пяти минут надо ждать. Но рыбка находит. И рыбка стала крупнее. То есть совсем откровенной мелочи нету. И подлещечки, если клюют, то уже такие. Ближе к килограмму. Вот, очередной дружище приплыл. По-моему, по-моему, всех, кого я сегодня в камеру поймал и показал, это все они были такого размера. Одинаковые. Но приятно. Вот так вот сидишь, сидишь. И есть рыбка. Без танцев с бубнами. Продолжаем ловлю. Ух, хорошо, хорошо. Вот такое вот здесь. Если... Ух, как бьется-то. В смысле сбивает? Подожди. Хороший лещ. Лещ пытается сбить меня с мысли. Но какую мысль хотел сказать, что когда мы занимаемся разработкой фидерных удилищ, которыми ловим на соревнованиях постоянно, на любительских рыбалках, то тут все понятно. Огромный опыт, постоянная практика. И мы знаем, какие требования... Ох ты, что же ты творишь-то? Мы знаем, какие требования к бланкам. И знаем, что нужно делать. А вот когда идет речь о бортовых фидерах, о каких-то новых вообще решениях, которым... Ну, вот нет у меня опыта. Я ловил бортовым фидером там буквально 2-3 раза в жизни. То тут, соответственно, подход надо немножко другой делать. Не буду брать на этот. Возьму его посадочный. Хороший. Вот. То тут немножко другой подход начинается. Надо... Сперва мы подбираем технические условия. То есть решаем там, что катушки будут ставиться такие-то, такие-то. Катушка-держатель должен подходить. Примерно прикидываем длину. Ох, рыбка хорошая. Примерно прикидываем длину. И вот вопрос строя. То есть, потому что... Понятное дело, что практически любая дешевая удочка из стеклопластика, она подходит для того, чтобы ловить с борта. Из-за того, что удочек-то вагон, можно купить там, в любом рыболовном магазине. Поэтому есть моменты, которые хочется очень досконально проработать, чтобы в удочке было что-то специфическое. Но еще, кстати, момент, которым нужно воспользоваться, так как мы сегодня снимаем для нашей широкой аудитории. Хотел бы попросить вас написать ваш опыт бортового фидера и каким вы себе его представляете. Какой он будет длины, какого строя. Мягкий, быстрый строй, медленный строй. Чувствительность вершинки, потому что, с одной стороны, как бы жесткая вершинка, поклевки не регистрируют, но с ней проще на волне ловить. Слишком мягкая вершинка, комплект вершинок давать, это слишком сильно увеличит цену итоговую бортового фидера. А мы все понимаем, что в теории любое стеклопластиковое дешевое удилище, оно позволит так же ловить с борта. Поэтому нужно какой-то изюм придумать, что-то такое интересное, чтобы прям удочка, она давала какие-то новые ощущения от процесса. Вот. Ваяем, очень много тестируем, хотим вот прям все довести до идеала. Поэтому помогайте нам, пишите свои пожелания. Для нас это несложно учесть их. Мы тем более, это можем достаточно быстро все скатать, попробовать на воде и понять, насколько это все классно. И наш опыт сообъединиться, и прям будет бомба. На, самка. Так, давай. Сейчас мы еще одного уговорим. Гера скучает. Я все равно, у меня правый глаз уже немножко, это, подкошен в сторону Геры. Все время за Ньюс наблюдаю. Но вроде как, да нет, что-то тащит. Мелочь, скорее всего. Да, Гера что-то позатихла. О, вообще плотва. Первая плотничка за сегодня. Сейчас течение заметно усилилось. Раньше, когда кормушка падала на дно, был такой прям явный отстрел, провис, потом начинала загибать шнур. Сейчас она падает. Ну, как бы ты видишь, что кормушка коснулась дна. Но явного такого прям отстрела с провисом нет, потому что течение гнет как надо. Когда очень-очень много мелкой рыбы стоит на точке, есть маленькая фишечка, как можно проверить, если там крупная. Срабатывает не с первого раза, но срабатывает. Сегодня я проверял, сработало. Берем опарыша и просто катаем его в пальцах. Мы его раскатываем, а он умирает, не перестает двигаться. Насаживаем большой объем. Штучек 5, 6, 7 опарышей. Много насаживаем. И история какая, то что все, что шевелится, мелкая рыба перехватывает моментально. А пучок мертвых опарышей, он тоже интересен рыбе. Она будет клевать, там будут эти теребоньки постоянные в вершинке. Трен-тен-тен-тен-тен-тен-тен. Но мы получаем небольшой запас по времени и есть шанс, что именно вот это позволит более крупной рыбке перехватить насадку и клюнуть. И тогда будет понятно, что точка, которую вы ловите, выбрана правильно. Вопрос только в том, что вы делаете неправильно и из-за чего у вас стоит так много мелкой рыбы. То есть удовлажнить корм, убрать какие-то компоненты, которые вы добавляете. Вот в таком ключе насадка. Можно прямо сейчас запустить ее и попробовать. посмотреть, поймаем ли мы на нее под леща. Поклевка не будет. супербыстрый. Мне кажется, что я зацепился в насадку, когда закидывал сзади. Я думаю, что там на листике могли остаться все шестеро. Да, по ходу, дело так и есть. Ты что, снимаешь что ли? Да, в дубль точно не выйдет. В дубль нереально, очень долго ждать. А, ну да, я все оставил вместе с ключком, блин, на этом гребаном кусте. Ну что, надо попробовать еще разок запулить эту насадку и посмотреть, клюнет ли на нее лещик. Гера! Оу! Ну что там у тебя? Слушай, у меня клюет без остановки, но мелкая рыба. Ну? У меня редко, но под лещ. Что там у тебя? Я думаю, что может, в принципе, сворачиваться? Нет, что скажешь? Ты там еще не уболтался на локусе-то на своей? Нет, ну я, конечно, не уболтался, но сворачиваться точно надо, потому что меня уже не могу. Я устал. Она клюет постоянно просто. Ну хорошо, что тогда? Снимайся с якоря, дадусь туда, будем смотреть, кто победил. Гер! Чего? Так мы на штуке или на вес будем биться? На штуке! Ха-ха-ха! Не думаю. Сейчас посмотрим, что у тебя. Вот так, сейчас смотри, большого. Что, под лещик, что ли? Да! Ну, может, он немножечко прибавит тебе шансов. В течение ослаблаться или клевать хуже стало? Какая-то мелочь клюет. лаврусечка. Сейчас, две секунды, подожди, я что-то нащупал, сейчас проверю быстренько. Десять минут. Десять минут. Ну, давай, я тогда тоже нащупаю что-нибудь. Я уже ослабил булки. Опа! Это кто такой вообще? Такая микро- лаврусечка! Пока Гера сворачивается и снимается с двух якорей, гребет весла, несуда, собирает два своих бортовых, вытаскивает в садок, пришвартовывается. Я за это время хочу поймать еще двух лещей. Двух. Давай, подожди, сиди, 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 сиди. Планово заклинился. Извини, сейчас мне... Да все, не надо, не надо, я босиком. Все, Дима. Здорово, Гера. О, ты кто? Я тот, кто хочет тебя взвесить. Меня взвесить? Какой вес? Да я тебе и так скажу, девяносто шесть килограмм. Ладно, ты выйдешь? Выйду, конечно. Ну давай. Ну, он все крупно. Реально. отловились. Финишировали, да. По итогам улов, ну, примерно одинаковый, но у Димы реально рыба крупнее. Вообще, такие лещи, у меня таких нет, у меня там, можно сказать, там есть парочку, лань тебе, смотри. Не, ну, у меня в основном мелочь, потому что мелочь меня просто задолбала, наклевала без остановки. Ну, скорее всего, я думаю, что это было связано все-таки с точкой. Да, я тоже думаю, потому что я там аркерился, прям, нашел вот эту, бровочку, ракушечку, на которой я ловил, а ты там плюс-минус, а я плюс-минус километр, да, где-то, скорее всего, просто не попал. Рекомендация для тех, кто будет ловить с лодки на фидер, значит, нужно попадать в точку. Мне кажется, можно вешать маркерный груз и как-то дополнительно маркериться. Ну, на сильном течении, это на самом деле, целая проблема, но я думаю, что, в принципе, ее тоже можно будет решить. Ну, тяжелым маркерным грузом можно все решить. У меня подлещик один убежал, мне кажется, он прямо до воды допрыгал. Он прямо в воду убежал. Да. Так что, все на пользу. Не, ну, я думаю, что сегодняшний эксперимент у нас такой, подытожить, если его тут можно сказать смело, то, что и та, и другая снасть фидерная, она ловистая, что ловля с прикормкой, осознанная ловля в точке, всегда дает больше результат, чем рыбалка там по широкому фронту. Абсолютно правильно. И плюс ко всему, отдельно я хотел бы заметить, что очень часто рыбаки с лодки ловят, опуская кормушку с противоположного борта и ловя в шлейфе кормушки. Так вот, фидерная снасть с лодки будет добычливей и уловистей в разы. Слушай, да, но если, конечно, не такой сильный поток, то, конечно, можно там повозиться, что один ягар кинуть, немножко поматериться и подвинуться за счет длины веревки. Сложности есть. Сложности есть. Как и здесь, в принципе. Ну, как, в принципе, да, в любой ловле есть определенные сложности, их надо будет решать по ходу дела. Но это уже отдельная передача и отдельный вопрос. Ладно, Нигер, давай, жмем руку. А сегодня победила дружба. Давай. Сегодня победила дружба. Согласен. Три, два, один, хлопай. А что текст? Плыви с Богом. Что знаешь, вот есть же еще люди, которые реально приезжают на рыбалку и за весь день ловят леща. И они такие, прям лещ. Это то, за чем я ехал. И они счастливы истинят. И вот мы обездушенные просто вот этими уловами. Уже просто, знаешь, 10 лещей, ну, 20 лещей. Да какая разница? И ты уже просто, ну, такой, ну, да, клевал. Работал тут и тут. А если там 30 лещей, ты такой, да, скукота, закидываешь, закидываешь, вытаскиваешь, все. Шупер, как у меня, не мой лет? Гермайор рыболовных войск. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Ну, на рыбалке. Потому, потому что мы пилоты, небо наше, небо наше, родимый дом. Первым делом мы испортим самолеты. ну, а девушек? А девушек потом. Это, чтобы веселее жить было. Ха-ха.